В Кировске продолжаются обследования технического состояния жилых домов. Юрий Кузин, глава администрации Кировска, лично контролирует выполнение поручений данных управляющим организациям по содержанию, устранению аварийности и текущим ремонтам. Коммунальный объезд еженедельный. Обязательный этап проверки – работа приборов учета и температура теплоносителя. Никто не хочет повторения ситуации с начислением солидных сумм за корректировку отопления. В этот раз обследуют три дома на улицах Ленинградской, Юбилейной и проспекте Ленина. У каждого свои особенности. В доме 7А на проспекте Ленина больное место – крыша. Проблемы есть, как с кровлей. Все равно они остаются текущим ремонтом и поддерживаем. Но все равно надо бы его заменять. С сетями есть, коррозия на сетях, за ужин условный проход трубы внутри. Старые сети, конечно. С ноября прошлого года в доме провели большой объем работ. Установили контрольно-измерительные приборы. Восстановили остекление лестничных клеток и изоляцию теплового центра и сетей. Очистили от мусора чердак и подвал. Вообще нужно сказать, что этот дом относится, как и многие другие, к проблемным и аварийным. Мы как раз разработали городскую программу по всему жилому фонду, которая позволяет проводить текущие ремонты, которые ориентированы на снятие аварийности. Планируем в весенне-летний период активную ремонтную кампанию. Ну и задача в рамках капитальных ремонтов провести ремонты по наиболее аварийным домам, или сетям, или кровлям, или фасадам, там, где есть реальные проблемы с тепловыми потерями, с протечками, для того, чтобы не проработать проблемы в обслуживании жилого фонда. Вторая остановка – дом номер 21 на улице Ленинградской. Его обслуживает управляющая организация «Партнер Плюс». Проводимые с декабря работы позволили устранить перегрев дома. Теперь температура в квартирах жильцов 18-20 градусов. Некоторым жильцам перемены пришлись не по вкусу. Они сказали, что мы готовы платить за 22, корректировку мы уже заплатили. Зачем вы нам сделали так плохо? Ну, стремимся к тому, чтобы понять друг друга. Да, вроде диалог есть. И стремимся к тому, что все-таки все должно работать, как это должно работать. Правильно? Потому что, если мы здесь поменяем, понятно, что гидравлический режим изменится и по городу в целом. Какой-то дом чего-то недополучит, они не смогут дальше передать тепло. Мы на этот дом заберем больше. Поэтому в желаниях АТК мы, естественно, должны выполнять. Это и законам предписано. Либо, возможно, штрафные санкции. Из ближайших работ, которые запланированы управляющей организацией, приведение в надлежащее состояние части стыков стеновых панелей. Кроме того, жители обратили внимание главы администрации на плохую расчистку тротуара за домом. Проблему обещали решить в кратчайшие сроки. Город заинтересован в снижении травматизма жителей. В ноябре уровень травматизма еженедельно был 35-37 человек. То сейчас 3-5 человек. Это очень хорошая динамика. Но целевой показатель ноль. Конечно, ЖКХ не принимает его в таком виде. Но к этому надо стремиться. То есть люди не должны травмироваться ни на городских, ни на внутридворовых, ни на межквартальных территориях.